Русская народная сказка, брысь окаянная, брысь. В одном селе жил-был старик, да такой скупой, прижимистый, как сядет за стол, нарежет хлеба, сидит да на снов посматривает то на ту, то на другую, а сам ничего и не ест. Вот, глядя на него, снохи тоже поглазеют, поглазеют, да и полезут вон из-за стола, голодные. А старик после только что уйдут они по работам втихомолку, наестся, напьется и разыляжется на печи, сыт. Вот одного отпросилась меньшая сноха и пошла к своему отцу, к матери и стала жаловаться на свекра. Такой делютый, ненавистный, жить нельзя, совсем есть не дает, все ругается. Не наедем вы такие, да и только. Хорошо, говорит ей отец, я приду к вам в гости, сам посмотрю ваши порядки. И погодя деньок-другой, пришел он к старику вечером. Здорово, сват, здорово. Я к тебе в гости, рад ли мне? Рад, не рад, делать нечего. Садись, так и гость будешь. Как моя дочка живет? Хорошо ли хлеб жует? Ничто. Живет себе. Ну-ка, сватушка. Соловья баснями не кормят, давай-ка поужинаем. Легче говорить будет. Сели за стол. Старик нарезал хлеба, сам не ест. Сад сидит, все на снох смотрит. Эх, сват, говорит гость. Это не по-нашему. У нас нарезал хлеба, да поел. Еще нарезал и еще поел. Ну вы, бабы молодые, больше хлеба ешьте, здоровее будете. После ужина стали спать укладываться. Ты, сват, где ляжешь? Спрашивает хозяин. Я лягу там. А возле печки, что ты? Я тут всегда сплю, говорит старик. Вишь, в куте у него спрятаны были яйца, хлеб, молоко. Ночью, как заснут в избе, он украдкою встанет и наесся вдоволь. Сват это дело заприметил. Как хочешь, говорит. А я лягу на кутничке. Вот улеглись все спать. В самую, как есть полночь, старик ползком, ползком, да прямо туда и скрипит. А гость еще с вечера припас, про него большой ременный кнут. Как вытянет свата раз, другой, третий. Сам бьет да приговаривает. Брысь, окаянная, брысь. Пришлось старику, не евши спать. Вот так-то прогостил сват у свата целых три дня. И заставил надолго себя помнить. Проводил его старик, и с тех пор полно перестал у снох во рту куски считать. Вот и сказке конец, ребята. А кто слушал, тот молодец.